В этом уроке я расскажу о кнопках и вариантах их использования. Кнопка – это графический элемент, который может отправлять данные оборудованию и получать от него данные обратной связи. Кнопка может содержать одно или два состояния. Это определяет варианты отображения нажатия на кнопку и варианты отображения полученных от оборудования данных. Основные характеристики кнопки – это фидбэк – способ отображения полученных данных, и хит – способ реакции на нажатие. При работе с кнопкой могут использоваться три типа обратной связи, определяющих способ реакции кнопки на входящие данные и на нажатие пользователя. Первый и основной способ обратной связи – это моментари. При его использовании кнопка будет реагировать на нажатие пользователя, но данные, приходящие от управляемого оборудования, не будут изменять ее состояние. Тип обратной связи channel имеет прямо противоположное воздействие, то есть входящие от оборудования данные будут влиять на состояние кнопки. При получении логического нуля кнопка будет стоять в нулевом состоянии. При получении логической единицы, то есть любого ненулевого значения, кнопка перейдет во второе, активное состояние. И тип обратной связи none означает, что кнопка не будет реагировать на нажатие пользователя и не будет менять свое состояние при получении данных от управляемого оборудования. Для реализации элемента, который должен отправлять команды оборудованию, менять свое состояние при нажатии пользователя, но не должен получать данные от управляемого оборудования, создайте элемент с типом button, кнопка, с двумя состояниями для визуализации нажатия. Типом обратной связи momentary, для того, чтобы элемент менял свое состояние при нажатии. И способом реакции active touch или bounding box, для того, чтобы кнопка была активна к нажатию. И привяжите к элементу необходимое число команд. Для создания элемента, который может отправлять команды оборудованию и менять свое состояние при получении значения от оборудования, создайте элемент с типом button двумя состояниями, позволяющими визуализировать нажатие, и типом обратной связи channel. Этот тип обратной связи при получении ненулевого значения от оборудования переводит графический элемент во второе, активное состояние, но при этом элемент не реагирует на нажатие пользователя. Способ срабатывания на нажатие оставляем active touch или bounding box, так как элемент должен не только принимать данные, но и отправлять команды оборудования. Чтобы канал обратной связи оборудования мог влиять на состояние графического элемента, он должен быть привязан к нему с событием inValue. Это событие определяет воздействие канала обратной связи на состояние графического элемента. Привязанный таким способом канал отобразится во вкладке Relations графического элемента. При привязке команд к этому и другим элементам графического интерфейса используйте события sendString, sendNumber или sendBinaryData в зависимости от типа данных, которые хотите передавать. SendString – отправка ASCII строки. SendNumber – отправка десятичного числа. SendBinaryData – отправка данных в бинарном формате. При выборе команды sendNumber необходимо ввести значение, которое будет отправлено управляемой переменной, событие, по которому это значение будет отправлено, и нажать «Подтверждение создания команды». Команда будет отображаться в окне «Программинг» свойств графического элемента. Альтернативный способ вывода полученных от оборудования данных на графический элемент – это создание элемента дисплей, кнопки с одним состоянием и типом обратной связи «None» или «Channel». С помощью созданного элемента дисплей вы можете вывести полученные от оборудования данные в текстовое поле элемента. Полученные от оборудования данные могут быть пересчитаны с помощью шаблона вывода значения на графические элементы. Одним из этих шаблонов является $V. Для возможности пересчета данных используйте тип обратной связи «Channel» и привязывайте каналы «InValue». Если вы хотите вывести полученное значение прямо в текстовое поле элемента без преобразования, используйте тип обратной связи «None» и привязывайте каналы обратной связи «InText». Оставшиеся нерассмотренными сочетания параметров кнопки подчиняются тем же правилам, что и описанные ранее.